У нас не будет прохода, у нас не будет пожарного выхода, у нас не будет ничего. Бах, я слов не знаю, конечно. Это уже не просто противостояние, а настоящая война на улице Гущина. Неделю назад местные жители узнали, что между их домами построят еще один дом. Такая близость людям не нравится. Не для того, пять лет назад покупали здесь квартиры, чтобы дышать пылью и смотреть на стройку. Людям обещали, все будет по красоте. Зеленую зону они обещали и парковку обещали. И ничего здесь больше строить не будут, все будет относиться к этому дому. Все, это регион строй обещал. Здесь будет зеленая зона, парк, они тут все благоустроят, чтобы все было красиво. Как говорят местные, примерно на 600 жителей на несколько домов здесь построена всего одна детская площадка. Причем, как мы видим, она не очень просторная. Получается, это какое-то детство в каменных джунглях. Оказалось, что комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула уже выдал разрешение на строительство десятиэтажки. На участке уже начались первые работы. Собственники, которые остались без детской площадки и парковки, боятся, что скоро эти два здания сложатся как карточный домик. В одном из домов 25 этажей. Ну вот такая махина стоит ни на чем. А тут еще выкопают в 15 метрах котлован. Ну и что? У меня пол вот это все там, а все эти трещины, все видно. Все садится дом, потолок, прям вот этот потолок наверху, прям вот так вот с мизинец было, представляете, и на полу. То есть еще без вот этого строительства уже какие-то проблемы? Да, да. В подъездах домов и без того идут трещины. По словам жильцов, где-то уже лопнули трубы. В квартирах можно заново делать ремонт. Даже включить если логику, если что-то с крана там на высоте 25-27 метров упадет, следовательно расстояние между домами 15 метров, где это будет все? У нас, в наших панорамах, простите. На что у нас панорамы построили, непонятно. Что мы будем лицезреть стену? Сегодня собственники отправились в администрацию Ленинского района. Ясно, что это далеко не последняя встреча с чиновниками. Кстати, сами чиновники говорят, что ограничить право застройщика невозможно. Остается обжаловать решение экспертизы. Мы отправили запрос в администрацию Барнаула с просьбой пояснить ситуацию. А тем временем жители начали собирать документы для подачи в суд. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.